обычно в магазинах все обращают внимание на желтые ценники информации о товарах со скидкой или по выгодной цене в икеа тоже такие есть а еще там есть зеленые кругляшочки замечали такие в общем я решила прогуляться до ближайшие те в авиапарке и составить свой своеобразный топ-10 экологичных товаров а помогать мне в этом будет моя хорошая знакомая саша данилова которая очень удачно также является лидером по устойчивому развитию икеа сити авиапарк привет и всем привет саша с чего начнем что первое возьмем в наш список экологичный мне кажется первое что приходит в голову это переработанные или возобновляемые материалы у икеи есть такая большая глобальная цель 2030 году перейти от первичного сырья на то которое возобновлено под обновляемой или переработана и вот например у нас есть категория подушек и одеял тут мы уже довольно хорошо продвинулись в эту сторону потому что в ряде товаров внутри уже не используется первичный полиэстер а используется переработанный в том числе тот который собирается в больших московских магазинах мы собираем пэт-бутылки перерабатываем их и они становятся наполнителем для подушек и одеял переработанные сто процентов и внешнее покрытие и внутреннее на ценнички написано именно так можно обращать внимание на ценники да и будет понятно что за материал что внутри что снаружи это почти у всех подушек так у большинства да и вот например еще серия товаров скуп это такие органайзеры для хранения они там подходят шкафам их можно поставить под кровать в них использована до 90 процентов переработанного полиэстера так что это тоже такой шажок в сторону переработанного материала в товарах у меня такой есть даже дома бирюзового цвета я не знала что это экологично вот теперь буду гордиться не только удобно но экологично тоже но получается не только такой формы но и вообще вся линейка они совершенно разные да они бывают подвесные бывают коробочки для обуви вот разного размера так что там можно выбрать то что подойдет эту экологичную вещь я знаю потому что я ее присмотрела себе хочу поставить такую кухню в дубль дом с такими фасадами я знаю что там точно поверхность из переработанного материала может быть есть что-то еще до поверхность во-первых это шкаф это отдельный предмет есть кухня с тоже переработанными фасадами может быть мы позже до нее дойдем вот это да действительно шкаф ринс вол у него поверхность из переработанных под бутылок а внутри в двери ну вот сама основа двери это переработанная древесина так что тут дважды использован по сути переработанный материал к я как знала глаз сразу на экологичные вещи падает да есть еще такой в бежевом цвете так что смотри какой тебе больше нравится какой тебе больше подойдет мне кажется что они довольно классные да а вот кстати и бежевый шкаф он такой же такой же экологичный такой же бережный к планете но другого цвета так что выбирайте каждый для себя вот есть разные варианты саш ну мы конечно здорово с тобой делаем сейчас подборку экотоваров но мы же понимаем что экологичный образ жизни это не накупить кучу к товаров а вообще стараться ничего не покупать и в этом плане мне кажется что за икея есть такое стереотип горешок что это такой магазин в который ты придешь и не уйдешь с пустыми руками и накупишь обязательно какую-нибудь фигню вот как ты можешь это прокомментировать и сказать свое оправдание во первых мы договаривались что этот вопрос мне не будешь задавать мне непонятно сейчас но на самом деле конечно ну мы стараемся в икеа работать так чтобы было вдохновение для людей чтобы они хотели обустраивать свой дом делать его лучше и там каким-то образом приукрашивать свое жилье потому что ну конечно мы живем здесь и сейчас и хочется жить в красивом месте но не в оправдание а как бы как контраргумент наверное мы говорим активно о перепотреблении в том числе и например я не знаю заметила ты или нет но вот в ноябре прошлого года у нас была акция вот эко пятница которую мы противопоставляли такой традиционной черной пятницы которые устраивают все ритейлеры и делают какие-то супер распродажи у нас была акция когда к вам можно было приносить вещи и получать до 60 процентов да 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 можно было приносить мебель которая вам больше не нужна и мы отдавали возвращая часть стоимости мебели покупателям и тем самым они избавлялись от ненужного не выбрасывая его на свалку там не тратя время на то чтобы его куда-то пристроить или отдать кому-то из родственников возвращали себе деньги и покупали что-то нужное ведь смысл еще в том чтобы покупать именно нужные вещи они нужны и не выбрасывать как стать успеха этой акции много человек воспользоваться да достаточно много я сейчас возможно не скажу точные цифры но по-моему 9 тысяч артикулов мебели нам принесли всей россии то есть 9 тысяч предметов не попали на свалку а у нее какая дальше судьба мы продолжаем применимать мебель от покупателей но сейчас возвращаем не 60 процентов стоимости а 40 процентов то есть все продолжается если у самой мебели что происходит у самой мебели судьба мы ее перепродали в наших центрах уцененных товаров которые там кстати тоже часто покупают вообще мне кажется не все знают вы знали что в икеа есть отдел уцененных товаров и там можно находить что-нибудь с минимальным браком или вот как раз то что покупатели купили но как-то не подошел размер или что-то не подошло мы уже не можем продавать так как новое мы продаем это в отделе уцененных товаров и это тоже достаточно хороший способ сэкономить и опять же вы купить что-то что противном случае могло бы иметь чуть менее хорошую судьбу наши я вижу еще одно переработанное это коврик передверный да и бутылок правда коврик который сделан из переработанных материалов он на производстве такого коврика уходит порядка шести пэт бутылок так что это тоже такое не первичное сырье а вторичное и можно не только от грязи себя защитить но и от лишнего мусора а это тоже из московского сырья и нас нет этот не из московских пэт бутылок но он из пэт собранных мировых источников пластиковых бутылок бесконечного количества мировых пэт бутылок которые я знаю что еще вот это тоже потому что я правильно понимаю что этот выходит из ассортимента да этот скоро выйдет из ассортимента у нас но на замену ему придут другие это тоже из переработанного сырья тоже из пэт совсем другой расцветки вот и также можно обратить на него внимание если ищите преддверный коври бодрый бодрого цвета а вот этот из какого-то кокосового волокна или как это называется это да из волокна кокосового пальца кокосовой пальмы мы стремимся не только переработанные источники использовать да но и возобновляемые и вот волокно кокосовой пальмы такой доступный и простой в использовании материал плюс он так классно выглядит кто любит все натуральное мне кажется это хороший выбор то есть это такое тоже более экологичная альтернатива первичным невозобновляемым материалом короче мы нашли целых три экологичных коврика в икее обратите внимание если вдруг у вас нет еще под дверь у одного коврика очень смешное название коврик трампа я не помню какой это серий как раз из кокосовой пальмы а из кокосовой пальмы вот так что мы шутим что у нас сегодня политическое видео немножко так а здесь что за зеленый кружок а вот сделаны из морских водорослов да это как раз те товары которые мы говорим про то что они сделаны из возобновляемых материалов и тем самым мы тоже не используем какие-то искусственные материалы используем те которые может быть никому бы не пригодились даже через маску пахнет даже пахнет немножко мне кажется морем так что можно приходить и мечтать о путешествиях суши роллы знаете есть эти которые нори такие соленые которые как чипсы вот так вот примерно пахнет можно свои запасы нори хранить в такой корзинке и будет прекрасное дополнение тоже из водорослей я как это извините а у некоторых товаров например может не быть зеленого кружка но они все равно будут экологичными вот например вот эти коробки папис они сделаны из переработанного картона который собирается в наших магазинах поэтому в принципе нужно внимательно смотреть на ценник внимательно смотреть этот ролик или этот ролик или ценник в зависимости от того где вы находитесь да тут обычно указана прям подробная информация составе и поэтому если вот вы ищете конкретно какое-то более экологичное решение то вы его сможете найти а вот это тоже получается из переработанных материалов но здесь есть зеленый крышко как раз таки есть зеленый кружочек это коробки который сделан с добавлением переработанной бумаги до некоторые из них содержат разное количество то есть это может быть как высокий процент а так и там чуть меньший процент поэтому мы пишем именно содержит переработанную бумагу тоже важно смотреть что на ценнике важно смотреть что конкретно написано например на сайте и тогда вы будете всю полную информацию о товаре знать из чего он и выбирать наиболее бережные по отношению к экологии товары. Короче, все как в продуктовом магазине, на ценники надо смотреть всегда, на этикетки, на состав. Важно не только применительно к еде. Все так. Идем дальше. А еще у нас на сайте с сентября прошлого года появился раздел «Вторая жизнь мебели». Тоже, на мой взгляд, довольно важный, потому что мы же магазин мебели все-таки. И там мы рассказываем, как сделать так, чтобы ваша мебель продолжала вас радовать. И там, например, починить, может быть, как-то обновить, если ее можно покрасить. То у нас там есть ролики с идеями дизайнеров о том, как можно покрасить мебель. А, я видела, там можно текстилем еще стенку полочки, например, обтянуть. Да, да, разнообразные совершенно варианты. И еще, что классно, можно там же в этом разделе заказать запчасти. Если у вас что-то потерялось или там отвалилось или куда-то делось, то можно отправить запрос, и в библиотеке запчастей вам выдадут, если она есть в наличии, вам выдадут нужную запчасть. Это именно в больших магазинах, потому что у них как раз-таки вот эта библиотека есть, и они могут ее хранить. Вот, так что мне кажется, что нельзя нас обвинять в перепотреблении. Мы делаем очень много для того, чтобы как-то сделать баланс между желанием красиво обустраивать дом и желанием делать это экологически. И вот еще в раздел более экологичных товаров, на самом деле, мы, как компания, включаем социальное предпринимательство и сотрудничество с социальными предпринимателями, потому что это позволяет нам давать рабочие места людям, которым было бы сложно найти работу. Вот, например, вот эта коллекция от Эрстелла, которой мы очень гордимся, она сделана руками мастериц из Свердловской области, из крохотной деревни Малый Турыж, где мы совместно с социальным предпринимателем Гузель Санджаповой построили производство, и из нашей ткани Икея мастерицы шьют вот такие наволочки и вот такие карт-холдеры. Из остатков, наверное, да? Из остатков ткани, которые применяются для наволочек, шьются вот такие карт-холдеры небольшие. Да, мы тем самым тоже делаем такой Zero Waste шаг. Ну и так как они вручную это все раскраивают, каждая подушка уникальна, у каждой там какой-то свой кусочек, и поэтому можно, не знаю, выбрать несколько, которые будут разными. Ладно, тоже тогда заберем такой чехол в рейтинг. Хорошо, принято. Да. Вот, и это совершенно реальные люди, да, они там приезжали на фотосъемку, это швеи, которые вот своими руками шьют такие классные штуки для нас. В Петербурге в рамках этого же проекта вот такие же наволочки и карт-холдеры шьют ребята из центра «Антон тут рядом», который помогает людям с аутизмом найти также работу и найти себе вот такой вариант заработка. То есть эта история, она в Москве действует и в Петербурге, получается? Да, она в Москве и в Петербурге, мы надеемся, что дальше она будет шагать по стране, потому что инициатива классная, товары мне очень нравятся, как они выглядят, и я думаю, что есть все шансы ее дальше развивать. Круто. А у тебя посудомойка дома же есть? Да. Она, когда заканчивает цикл мытья, она открывает дверцы? Зачем? Для того, чтобы более, опять же, экологичным способом высушить посуду, потому что когда она закрытая дверца ее сушит, то тратит на это электроэнергию, греет там посуду внутри. А вот наши посудомойки, например, могут после окончания цикла приоткрыть дверцу и посуда сохнет естественным способом, вот как бы вот так проветривается и спокойненько высыхает без лишних расходов энергии. И это в каждую посудомойку встроено? Это встроено в каждую посудомойку и даже вот в ту, которая, например, у нас по самой низкой цене, тут тоже есть открывание дверцы. Можно опять же смотреть на ценник. Если тут есть такая галочка, то вы на правильном пути. То есть у меня еще дома оказывается не самая экологичная посудомойка? У меня тоже, к сожалению, но я думаю, что следующий наш шаг в обновлении техники будет в сторону более экологичного варианта. У меня вот ничего из этого нет, но есть какие-нибудь типа просто пакеты, есть коробочки из-под лекарств картонные? Ну, прям все это же досортировывают все равно. Ну, то есть я всегда, когда выбираю сдать или не сдать, я выбираю сдать, а там по идее обязательно разберутся. Но сфера экологии забирает это все. И у них очень много же фракций принимается. То есть не страшно, если я расширю этот ассортимент? Да, это мы и разговариваем, потому что вот в Икеа, в авиапарке есть 4 блока для сдачи самых популярных типов вторсырья. Это пластиковые бутылки ПЭТ-1, стеклянные, металлические и бумага. И я сюда хожу, периодически отношу самое популярное вторсырье. А все, что не входит в этот перечень, уже отвожу дальше туда, где по большему количеству фракций досортировывают. Да, мы старались открыть. Но у нас был запрос, на самом деле, от покупателей. И мы проанализировали, сделали исследование о том, как люди сортируют вообще и что они сдают. И самые популярные фракции открыли у себя. И по количеству, которое мы ежемесячно сдаем в сферу экологии нашему подрядчику, мы видим, что популярностью вообще-то станция пользуется. У нас каждый месяц есть прирост по весу сдаваемых отходов. Так что, если кто-то живет неподалеку, я просто знаю, что вот в этих домах, которые вокруг нас возле авиапарка, не во всех есть контейнеры для вторсырья. Поэтому, если кому-то удобно заходить, то, мне кажется, это будет хорошим решением. Я вас рекомендую всегда в чатике соседей. Кто-нибудь новенький заселяется и говорит, а где у вас тут контейнеры? Такие, ну, вообще-то их нет, но есть в Икеа, можете хотя бы самые популярные приносить сюда. Вот, спасибо тебе за это, потому что, мне кажется, это тоже большой шаг для наших соседей, как раз таки, чтобы начать более экологично жить. Вот еще товар, у которого нет зеленого кружочка, но мы тоже добавили в него переработанное сырье. Вот в этом ёршике, например, 20% переработанного полипропилена. Поэтому, даже там, где вы можете не ожидать какого-то более ответственного или более хорошего материала, он тоже может быть. В общем, экологично, доступно и в тренде. А вот еще у нас такая новинка. У нас в прошлом году появилась замена нашему такому иконному... Это экадельки. Да, иконному товару, замена фрикаделькам, это экадельки называется. Они сделаны из смеси горохового белка, лука, грибов и еще там ряда компонентов, которые позволяют им на вкус и на вид быть очень похожими на мясо. И тем самым мы помогаем, позволяем людям, которые хотят сократить свой след, и мы знаем, что мясное животноводство – это одна из самых загрязняющих отраслей в плане СО2, мы позволяем им отказываться от мяса, не отказывая себя в этом вкусе, если он им нравится. У меня была идея вообще сделать ролик, такую дегустацию, слепое тестирование, позвать людей, которые мясоеды, и предложить им всякую разную веганскую еду с заменителями мяса, и посмотреть, что они скажут, как отреагируют. Да? Мне кажется, это будет прикольно. И можно взять вот такую экадельку и фрикадельку. И как раз соусами, если их подать, то я регулярно ем экадельки. Как они брусничные, например? Ну, как обычно, мы в ресторане подаем, да, вот со сливочным и с брусничным, и отличить довольно сложно. Конечно, когда ты чистый продукт ешь, то отличие чуть более заметно, но если вот это вот такое сочетание вкусов, то это очень похоже. Ну ладно. Ну вот, озвучила вам идею нового ролика, так что ждите. Теперь придется делать. Саша, можно тебе каверзный вопрос еще, чтобы мне потом не написали в комментариях, что у нас тут реклама Икеи вышла. Короче, вопрос от читательницы. Вот у многих текстильных изделий у вас есть такие этикетки, это еще примеры не самых длинных. Есть ли у Икеи в планах от них отказаться, сделать более короткими, какой-то QR-код разместить, потому что не очень понятно, как их утилизировать, что еще не делать? Тут мы должны думать про то, что мы для многих людей, и QR-код не все могут считать. Нам, например, ходят бабушки с кнопочными телефонами, которым важно получать полную информацию о том, какой товар они покупают. Но я думаю, что мы обязательно передадим этот запрос нашим коллегам, которые занимаются устойчивым развитием на уровне страны и мира. И так как мы, в принципе, стремимся к тому, чтобы максимум элементов в наших товарах можно было переработать, то в какой-то момент, я думаю, что и с этикетками мы что-нибудь придумаем. А можем ли мы сказать читателям и зрителям, чтобы вы в комментариях какие-то тоже свои предложения или вопросы написали? Прямо ответов публичных, наверное, не обещаем, но то, что это будет передано Саше как устойчивому лидеру... Все бережно соберем и передадим дальше. Да, и передадим дальше, поэтому буду вам благодарна за обратную связь. И интересно будет узнать, на самом деле, что вот из этих эко-находок для вас было новым, про что вы не слышали. А может быть, вы поделитесь каким-то своим списком, на что вы обращали внимание и тоже расскажете про это в комментариях. Или вообще ни на что, и первый раз услышали о том, что в Икеа есть. Ну, например, замечали ли вы зеленые кружочки. Ну, то есть вот это все будет интересно узнать, поэтому не стесняйтесь, пишите. Да, спасибо тебе, что пришла, мне кажется, мне было точно интересно. Спасибо, что пополнила мою коллекцию эко-экскурсий, теперь я еще и до Икеи наконец-то дошла. Прекрасно, спасибо. Ну и в конце такого ролика, наверное, стоит напомнить еще раз правила экологичного шоппинга. Первое, это прежде всего покупайте только то, что вам нужно, независимо от того, это экологичный товар или нет. Второе, все-таки выбирая между экологичным и не экологичным, отдавайте предпочтение в пользу более здорового, более зеленого товара. Третье, это относитесь к вещам бережно и ремонтируйте их, если вдруг они сломались. И четвертое, если вам вещь оказалась не нужна, обстоятельства изменились, не выбрасывайте ее, продайте на Юле или Авито, отдайте в конце концов. Или, если это вещь из Икеи, как мы сегодня обсуждали, то можно принести это в Икея обратно, и потом вещь появится в отделе уцененных товаров. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вас лайк. Подпишитесь на обновления, если вы этого еще не сделали. И напишите в комментариях, какие еще экскурсии вы бы хотели посмотреть. Я себе это внесу в списочек и пополню свою YouTube коллекцию. С вами была Лена Володина. Пока-пока.